Всем привет, друзья! Продолжаем качать наши дрыщавые кости. Сегодня мы будем качать пресс. Мы будем его прокачивать с гантелей. И, как мы знаем, вес увеличивает вероятность того, что вы накачаете большие объемные мышцы. Для этого нам и нужна гантеля, чтобы сегодня накачать наш пресс. Как мы все знаем, что если делать много повторений на пресс, то у вас будет хороший рельеф. Но что будет, если качать его с гантелей, либо с блином, ну, короче, с весом? Что будет? Да, правильно. Пресс приобретет массивную такую форму, и кубики будут выделяться. Потому что кубики есть даже у дрыщей, да? Вот у меня я дрыщ, и у меня есть кубики. Понимаете, да? А если вы хотите накачать такой пресс, чтобы он выделялся, чтобы мышцы прям такими кубиками были, а не просто как бы рельефность такая была, ну, в виде пресса, да, которая не особо перспективно и красиво выглядит. Вот. А перспективно выглядят кубики, когда они накачаны такие, они прям выделяются красиво очень. Вот это идеально. Сегодня мы будем качать кубики и будем качать косые мышцы, которые тоже играют очень эффективную роль при накачке пресса. Выглядит это все очень значительно, так и классно вообще. Девчонки это любят. Погнали! Первым упражнением, друзья, мы сейчас будем прокачивать наш основной пресс, то есть верхнюю, среднюю и нижнюю часть. Естественно, многие разделяют пресс на три части, но все мы знаем, что можно накачать пресс одним упражнением. Как я и накачал, в принципе, я делал вот это упражнение очень много. Да, когда я смотрел рекламу, я во время рекламы делал эти упражнения. Вот. Короче, подкладываем подушку под задницу. Вот таким вот образом, чтобы создать немножко такую платформу, повыше быть. Кладем нашу гантелю назад. Прикол этого упражнения в том, что ваша спина должна быть согнута. Она не должна быть прямой. Вы не должны на полную сгибать ее до пола. Смотрите, как это делается, короче. Спина согнута. Горбатая, как называются в народе. Горбатая спина. Ноги мы запихиваем под диван. Немножко в коленях их сгинаем. И делаем вот такое вот упражнение. Наш пресс постоянно быть должен в напряжении. До пола до конца мы не доходим. Дышим правильно. При усилии опять выдох. И не забывайте, что очень важно делать это размеренно. Эти упражнения должны быть размеренными. Не надо их быстро делать. Как я помню, у нас в школе нас учили. Типа, делайте быстро, тогда экзамен сдадите. Что это за бред вообще? Кто это делает? Экзамен на скорость делать пресс. Это такой бред. Что это за чушь? Переходим ко второму упражнению, друзья. Короче, это скручивание. Они выполняются так же практически. Только мы будем скручиваться в разные стороны. Смотрите. Все условия такие же. Спина согнута немножко. Ноги в коленях согнуты. Запихиваем под диван. Это нужно для того, чтобы вес нас не перевешивал. И так далее. И опять же на усилии выдох. И когда мы идем вниз, вдох. Смотрите, как это делается. Скручивание. Это качает наши косые мышцы. Погнали. Вот, собственно, это называется скручивание на пресс. Короче, хочу открыть секрет. Я уже три года не качаю пресс. Я вообще его уже не качаю. До этого, три года назад, я качал его с гантелями где-то полтора года. Поэтому он стал таким, ну, таким выпуклым и довольно рельефным. Вот. Гантели помогают набрать прессу массу. То есть, не просто сделать его рельефным, чтобы он так виден был немножко, а помогают набрать массу, чтобы кубики казались такими, ну, 3D, короче. Поняли, да? Вот. Ладно, переходим к третьему упражнению. Третье упражнение, друзья, выглядит так. Сразу же хочу сказать, что я не советую людям, у которых и так широкая талия, делать это упражнение. Ибо, если вы будете делать это упражнение, то вы накачаете эту талию, и она будет у вас еще шире. И это некрасиво, потому что все атлеты мечтают о B-образной фигуре, верно? Выглядит она вот так. А если вы накачаете вот тут эти косые мышцы, то будете вот такими. Зачем вам это надо, да? Ну, а тем, кто хочет красивые косые мышцы, и у кого талия в порядке, как у меня, у меня четкая талия, я считаю. Смотрите, делаем вот такие упражнения. Встаем в исходное положение, ноги на ширине, плеч, тело прямо, и в одной руке гантеля. Вторую руку кладем вот таким вот образом. И делаем такие упражнения. Опять же, на усилии выдох, да? Когда вниз идем, вдох. Показываю ошибки, которые допускают люди. Многие люди делают вот так. То есть они шевелят тазом. Это вообще не нужно. У нас ноги зафиксированы, работают только косые мышцы. Тянем только мышцами. Ноги вот так не надо делать. Это будете на растяжке делать. Вот. Одну косую прокачали, качаем вторую. Перекладываем гантели в другую руку. И погнали. Ну и так далее. Ну вот, друзья, сейчас вы увидели три упражнения на пресс, которые помогут вам сделать красивую талию. И вы будете отлично выглядеть на пляже. Вот. А тем, кто говорит, что я худой, да, я, ребят, такой худоватый, потому что я соблюдаю диету. Я много на самом деле не жру, потому что у меня немного гастрит есть. Вот. И его надо лечить. Поэтому я худоватый, да. И я бы хотел набрать 70 килограмм максимум. Многие спрашивают, почему ты не хочешь там 90, 80? Я не хочу быть огромным. Я хочу быть таким рельефным, красивым чуваком. Понятно? 70 килограмм максимум. Сейчас я вешу 64. Форма довольно нормальная. По-моему, плечи вроде бы растут, да? Раньше у меня плечи меньше были. Сейчас я их два раза в неделю качаю. Более-менее так уже подкачиваются. Как бы грудак нормальный. Кто-то говорил, что грудак маленький. Маленький грудак вполне такой адекватный, нормальный. Пресак нормальный. Единственное, плечи и шеи отстают. На шею я не хочу качать, потому что, блин, не люблю вообще шею качать. Вот. Ноги тоже более-менее. В штанах я снимаюсь не потому, что у меня ноги говно, а потому, что у меня шорт нормальных нет. Вот. Единственные есть шорты, которые я стираю все время. Вот, друзья. А так все четко. Можно позировать. Вообще идеально. Все. Спасибо за просмотр. До следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok